Курсы повышения квалификации Суммарно 144 часа за 5-летний период И самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов За свою активность, участие в конференциях, в семинарах, вебинарах Цикл вебинаров для врачей первичного звена Это уникальный проект Ассоциации СИРАНО И Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования Не отрываясь от экрана домашнего компьютера во вне рабочее время Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням В 16.00 начинается курс «Донтальная имплантация» Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовый В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз» Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов» Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии» Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач» Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев Профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров В 18.30 будет начинаться интереснейший курс неврологии для педиатров Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников И сотрудники кафедры детской неврологии Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций В соответствии с профессиональными стандартами В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров» Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой» Заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии И начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям Регистрация доступна на сайте www.edodefis-serano.ru Уважаемые коллеги, добрый день Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача Преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование Эта непрерывность вполне естественна для врача Так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию И приобретать новые знания, умения и компетенции Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами И образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в профессии И начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена Если вы хотите совершенствоваться в профессии Если вам интересно И если ваш нос любознателен То эта программа для вас Здравствуйте, уважаемые коллеги Продолжаем наш разговор о возможных осложнениях В ходе хирургической процедуры установки дентальных имплантаторов Рассмотрим осложнения, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде Такие осложнения могут возникнуть в ближайшие 7-10 дней Но по сути связаны не столько с самой имплантацией Сколько с более-менее сложным и значительным по объему атернативным вмешательством в полости рта В этот период могут наблюдаться гематомы и кровоизлияние Расхождение швов Воспалительные процессы в околочелюстных мягких тканях Болевой синдром Перечисленные выше осложнения Наблюдаются достаточно редко И в большинстве случаев Обусловлены или возникшими во время операции осложнениями Или несоблюдением принципов отравматичного вмешательства Или игнорированием пациентам рекомендации врача Какие же осложнения могут возникнуть в период функционирования имплантатов Одно из осложнений Синусит верхнечелюстной пазухи Причиной синусита может быть переимплантит В области установленного в непосредственной близости с верхнечелюстной пазухой имплантата Распространение воспалительного процесса на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи Может происходить при переимплантите любого происхождения Как нисходящем, так и ретроградном переимплантите Кроме того, при возникновении риногенного синусита Та область кости, где в непосредственной близости с пазухой расположен имплантат Может быть вовлечена воспалительный процесс И тогда имплантат и окружающие его ткани могут стать вторичным очагом Поддерживающим воспаление в верхнечелюстной пазухе Принципиальным при лечении синуситы является вопрос о роли имплантата в его развитии Если имеются признаки переимплантита или не наблюдаются подвижности имплантата Его необходимо удалить и провести комплексное противовоспалительное лечение синусита Как правило, после удаления имплантата формируется синусоральный свеч Его пластику можно производить через 6 месяцев после купирования воспалительных явлений в верхнечелюстной пазухе При отсутствии подвижности имплантата, клинических и рентгенологических признаков переимплантита И при наличии очевидной реногенной этиологии синусита Наиболее рациональным способом является консервативное лечение Оно должно быть направлено на устранение причины синусита А также включает промывание пазухи растворами антисептиков через проколы Или установленные в ее переднюю или латеральную стенки катетов Восстановление носового дыхания Медикаментозную противовоспалительную терапию Удаление имплантатов в такой ситуации не показано Следующее осложнение, которое может произойти Механическое повреждение и переломы компонентов имплантатов и протезов Циклические нагрузки и механические напряжения, возникающие в протезе И компонентах имплантатов во время оживания Могут вызвать пластическую деформацию И даже привести к перелому протеза самого имплантата или его компонентов В большей степени пластическим деформациям подвержены участки соединения компонентов имплантата В первую очередь фиксирующие протезы, винты и их резьбовое соединение с головками имплантата Кроме того, место соединения головки с внутрикосной частью имплантата Также может деформироваться в результате циклических нагрузок Кроме того, место соединения головки с внутрикосной частью имплантата Также может деформироваться в результате циклических нагрузок Признаком деформации компонентов имплантата является незначительная подвижность протеза с характерным стуком, который ощущается при его принудительном расшатывании. При возникновении деформации и ослаблении соединений имплантата и протеза необходимо снять протез и сильнее затянуть резьбовые соединения, либо заменить соответствующие компоненты имплантата. При переломах ортопедических компонентов имплантата необходимо произвести их замену, а при переломе самого имплантата показано удаление оставшейся кости его части. Чаще наблюдаются переломы пластиночных имплантатов в области их шейки, а также цилиндрических пористых имплантатов, изготовленных методом порошковой эпитологии, реже винтовых имплантатов. Причиной переломов внутри костной части имплантата является неадекватная механическая нагрузка, вызывающая усталостные переломы даже таких прочных металлов, как титана. Обычно такая нагрузка возникает при частичной расцементировке протезов, когда силы интеграции имплантата с костью настолько велика, что происходит не дезинтеграция за счет резорбции после ткани, а перелом металлического имплантата. Удаление сломанной внутрикостной части пластиночного имплантата представляет собой весьма трудоемкую операцию. С этой целью необходимо соблюдать правила отравматичного препарирования, выпилить канавку по всему периметру и на всю глубину отломка, после чего элеватором выдохнуть и удалить сломанный фрагмент имплантата. Затем можно провести реимплантацию с пластикой костного дефекта при помощи методонаправленной регенерации кости. Иногда из-за небольшой толщины альвелярного отростка сформировать канавку по периметру сломанной части пластиночного имплантата не представляется возможным. Поэтому приходится прибегать к блоковой резекции части альвелярного отростка, содержащей сломанный имплантат. В этом случае остается значительный дефект альвелярного отростка, который необходимо замещать, используя методонаправленные регенерации. Еще более сложным, если не безнадежным, является удаление сломанных внутрикостных элементов пористых имплантатов. Находящиеся в кости и в части можно удалить только посредством блоковой резекции или выпиливания костных фрагментов при помощи трепанов. Удаление сломанных внутрикостных элементов винтовой и цилиндрической формы также приходится осуществлять при помощи трепанов, оставляя довольно значительные дефекты альвелярного отростка. Учитывая травматичность и последствия удаления частей имплантата, в ряде случаев можно предусмотреть установку новых имплантатов рядом со сломавшимися. Такой подход может считаться вполне допустимым, так как наличие части имплантата в костной ткани челюсти не может причинять какого-либо очевидного вреда здоровью пациента. Но в ряде случаев позволят провести имплантацию и сохранить объем, форму и целостность альвелярного отростка. Обычно пациенты соглашаются с таким решением во избежание дополнительной операции и предпочитая иметь новую возможность миссионного протезирования. Переломы зубных протезов также являются следствием усталостных переломов металлического базиса. При этом необходимо проанализировать причину конструктивные эффекты, расцементировка или неправильное распределение жевательной нагрузки и впоследствии изготовить новый зубной протез. Могут также происходить переломы пластмассовой части металлокриловых протезов с десневой маской. При таких повреждениях производится починка протеза или переделывается пластмассовая его часть. На этом данная тема завершена. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...